Проводят поисковые работы сейчас по всей Иркутской области. За последние несколько дней в разных районах пропали три человека. В курсе всех обстоятельств Алена Полоненко. Смотрится многих интернет-страниц. Сегодня 17-летняя Юлия Тихонова. Школьницу из Усть-Кута разыскивают друзья, родственники, волонтеры и полицейские. Девушка пропала 2 мая. Последний раз выпускница общалась в социальных сетях с подругой. С тех пор о Юлии ничего не известно. Оба ее телефонных номера недоступны. Сотрудники полиции проверили места массового скопления молодых людей. Опросили круг ее знакомых, родственников и соседей. Известно, что девушка училась в школе отлично. Никаких конфликтов с родственниками либо друзьями не имела. Когда пропадают школьники, это всегда привлекает внимание. Но за последнее время в регионе ушли и не вернулись сразу несколько человек. Самого разного возраста и социального положения. И такая тенденция вызывает настоящее беспокойство. В Ангарске сейчас волонтеры прочесывают город в поисках жителя Санкт-Петербурга. 28-летний Владимир гостил у друзей. А несколько дней назад, пока они спали, ушел из дома. Он приехал из Санкт-Петербурга. Буквально недели полторы в Ангарске. Город он не знает. Только некоторые определенные места, где он был у друзей своих. Мы подключились два дня назад. Вчера мы прочесывали местность. Ближайшие там заброшенные здания, парки. Старое кладбище проверили. На данный момент мы распространяем ориентировки по городу. Ориентировки впору распространять и в Братске. Там из реабилитационного центра ушел 35-летний мужчина. На его след не удается выйти уже три недели. Ситуация осложняется тем, что пропавший – инвалид второй группы и может страдать провалами в памяти. Во всех этих историях еще есть надежда на счастливый исход. Помощь в поисках может оказать каждый. Присоединиться к волонтерам, раздавать ориентировки или просто вспомнить всех, кого видел в последнее время. Алена Полоненко, Владимир Пинаев. Новости по будням.